Привет, друзья! На связи ITDoc. Уже прошла неделя активного использования iOS 15.7.3, в которой купертиновцы исправили много ошибок. Но и iOS 15.7.3 не без изъянов и имеет ряд проблем, о которых сейчас мы и поговорим. Да, кстати, заходите в наш телеграм-канал, там обсуждаются проблемы разных прошивок, методы их решения и многое другое. Ссылку сможете найти в описании под видео. iOS 15.7.3 это прошивка, которая исправила баги в системе безопасности, но кроме этого принесла и следующие проблемы. Друзья, очень буду благодарен, если подпишитесь на мой канал и нажмете на колокольчик. Тем самым мы сможем вместе достучаться до Apple и проинформировать о проблемах iOS 15.7.3. Судя по количеству негативных отзывов и по объему затронутых устройств, с iOS 15.7.3 Самая глобальная проблема – это повышенный расход заряда батареи. Аккумулятор разряжается просто на глазах. Если на iOS 15.7.7 хватало до конца дня, то на iOS 15.7.3 iPhone не доживает даже до обеда. К сожалению, да, вынужден в этом признаться. Проблема с автономностью iOS 15.7.3 желает быть лучше. Производительность старых iPhone с iOS 15.7.3 – это отдельная тема, на которой стоит остановиться. Так как, скорее всего, Apple преднамеренно замедляет работу таких устройств. Многие владельцы iPhone, а именно iPhone 6s и iPhone 7, столкнулись с ситуацией, когда после обновления на 15.7.3 их телефон начал работать медленнее. На этом фоне было, есть и будет множество спекуляций, что Apple намеренно замедляет старые смартфоны, чтобы стимулировать продажи новых моделей. Купертин, в свою очередь, замедление производительности iPhone преподносит как предотвращение случайных перезагрузок. Думаю, Apple ждет очередной судебный иск. Следующая проблема iOS 15.7.3 – это забастовка Siri. Голосовой помощник перестал реагировать на запросы, и фраза «Привет, Siri!» просто игнорируется на iPhone с 15.7.3. Перезагрузка устройства не помогает решить эту проблему. Я у себя такого не заметил, а как у вас? Напишите в комментариях. Как пишут многие пользователи, обновление на iOS 15.7.3 удалило режим модема. Это нормальная ситуация, такое бывает. Скорее всего, апдейт 15.7.3 сбросил APN-индентификатор. В таком случае, рекомендую зайти в настройки, сотовая связь, сотовая сеть передачи данных и в разделе режим модема напротив APN прописать интернет. iPhone с iOS 15.7.3 начал терять сеть. На дисплее вместо логотипа оператора часто можно увидеть надпись «Идет поиск» или «Нет сети». Особенно это характерно для iPhone моделей 7 и 8. Рекомендую в таком случае убедиться в отсутствии проблем на стороне оператора связи. Если там все гуд, тогда делаем сброс сети и жесткую перезагрузку iPhone. Ребята, увидели какую-нибудь другую проблему iOS 15.7.3? Поделитесь в комментариях. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Увидимся в следующем ролике. Всем желаю удачи и пока!